Оптимальное применение джиг-головок идет с крючками 8.0 и 10.0 И тройник вылетает, то есть сам тройник будет в пасте щуки, а приманка будет висеть сбоку. Соответственно она у вас будет дольше работать. Ну что я могу сказать. Вот эффект крупной приманки из тингерной оснастки в действии. Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы сделать вот такой небольшой ролик, потому что очень много вопросов задают по оснащению силиконовых приманок. А именно приманок Jara Bates джиг серия. И поэтому в этом небольшом ролике поговорим о том, какие бывают оснащения этих приманок джиговых, какие наиболее актуальны для каждой приманки. Ну и думаю, что подкрепим это все нашими поимками. Погнали! Итак, друзья, наши самые ходовые, некрупные приманки, скажем так, из модельного ряда джиг серии. Это Дерудер, Шекшет и Рудер 165 мм. В данных приманках выполнена вот такая вот прорезь сверху. То есть такая вот площадочка есть. Можете ее видеть вот здесь вот посерединке. Это сделано для того, чтобы приманку можно было использовать на овсетном крючке. Иногда ловля происходит по траве, по очень закоряженным местам. И очень хочется привести свою приманку, не зацепив ее. И поэтому оснащение на овсетном крючке наиболее актуально. В данном случае у меня в руках овсетный крючок 10.0. И вы можете видеть, он оптимально просто подходит под данную приманку. Опять же, это может быть Шекшет, это может быть обычный Рудер или Т-Рудер. Оснащение всего этого на самом деле непросто. То есть наоборот, очень даже просто, простите. Например, мы берем овсетный крючок. Мы берем нашу приманку. Делаем где-то сантиметровый, может быть полтора сантиметровый, продев таким вот образом. Натягиваем это все на ступеньку. И заводим сюда наш овсетный крючок таким образом, чтобы он попал в эту плоскость. При этом, когда рыба будет клевать, она все это дело продавит. Силикон достаточно мягкий. То есть вот это посадка для ловли в корягах. Но это не главное, потому что все-таки приманки размером от 165 миллиметров и выше предназначены в большей своей степени для ловли. Либо на джиг-головку, либо на стингерную оснастку. Но прежде чем мы поговорим о оснащении силиконовых приманок жара-бэль с джиговой серией со стингерами и оснастками, давайте разберемся о применении джиг-головок. На самом деле, приманки уже свыше 5,5-6 дюймов. В данном случае 165 миллиметров, это где-то 6,5 дюймов. Уже такую приманку лучше насаживать не в каком-то шарнирном исполнении выполненной, а именно на джиг-головке. По той простой причине, что приманка объемная, пятка очень массивная, и правильный роулинг и работа приманки достигается именно с применением джиговых головок. Актуальный вопрос. Какую же лучше всего поставить джиг-головку на данную приманку? На самом деле, в нашей модельной линейке актуально использовать джиг-головки с крючками 8.0 или 10.0. Я сейчас вам просто на примере покажу. Например, джиг-головка 10.0. Я считаю, что данная джиг-головка великолепно подходит под такие приманки, как, например, Биг Бастер. Вот даже визуально можете оценить, что если мы ее насадим, то это то, что нужно. Выполнено таким образом. Вот этот вот плавничок сверху у Биг Бастера, он сделан не просто так. Приманка на джиг-головке крюк должен выйти именно как раз вот перед самым этим плавничком. А дополнительный стингер уже ставится, ну, догадайтесь, как говорится, сами. Вот этот плавничок не зря там сделал. То есть вот эта пятка должна оставаться всегда как бы в рабочем состоянии. Здесь не должно быть ни выхода крючка, ни дополнительного тряника. Все должно быть достаточно толстой части еще силиконовой приманки. Ну вот же головка 10.0. Давайте ее насадим. Данную приманку. Мне удобнее это делать вот так вот. И как бы выход джиг-головки будет прям вот через этот вот плавник. Словно говоря. Ну, оптимальное применение джиг-головок идет с крючками 8.0 и 10.0. Ну вот, я люблю использовать крючки Barbarian. Сейчас достаточно большой выбор хороших джиг-головок с такими крючками. Ну и, соответственно, оснащение всех наших классических приманок. Это Рудер, Т-Рудер, Шек-Шет или Лангер или даже Биг Бастер. Да, вот я сейчас вам демонстрировал. Все оснащаем вот на джиг-головке. Причем 10.0 я бы использовал в Лангере и в Биг Бастере. А 8.0 я бы использовал все-таки там в приманках 165 миллиметров. Соответственно, это Шек-Шет, Т-Рудер и Рудер. На самом деле, можно и сюда поставить 8.0, но лучше все-таки 10. Ну вот, о применении стингерных уже оснасток, для чего они нужны и зачем ими оснащают крупные силиконовые приманки, расскажет мой напарник Евгений Старченков. Друзья, всем привет! Ну что, хотелось бы сегодня поговорить на тему крупных приманок. Для чего нужны дополнительные тройники, как вообще лучше оснащать и как выбрать нужную джиг-головку по размеру. Давайте, как бы, немножко рассмотрим на примере данных приманок. У нас есть две модельки. Это приманки от компании Jara Baits. Рудер, ну то, что лежали рядом, то я как бы и пометил. Соответственно, я на них ловлю. Давайте, к примеру, то есть у нас есть три вещи. Первая – это сама приманка. Вторая – это джиг-головка. И третья – это стингер. Соответственно, я вам сейчас расскажу, как выбрать. Ну, то есть, если мы будем смотреть на примере данных приманок, то здесь очень удобно, что верхний плавник, там, где он, если мы будем смотреть с головы, начинается, то оптимальным вариантом будет, если у вас крючок, будет выходить именно в начале этого плавничка. А те приманки, у которых нет верхних плавничков или каких-то либо опознавательных знаков, вот, в среднем делим приманку на три части, и одну треть приманки, даже, может быть, ближе к половине, мы забираем на джиг-головку, на крючок. Соответственно, для данной приманки подходит крючок, это вот идет джиг-головка Barbarian 120 градусов, размером 10-0. То есть, ну, и, соответственно, мы подставляем, чтобы надеть правильно, ровно приманку, подставляем, смотрим, где у вас заканчивается джиг-головка. Ну, то есть, в этом месте у нас должен быть выход крючка. Соответственно, дальше мы вставляем поровно, по классике, и аккуратненько проводим до этого места. Ну, и, как я уже сказал, крючок выходит практически в конце. Здесь просто немножко приманка подразбита. То есть, вот этой длины вполне достаточно. Соответственно, дальше мы будем монтировать стингер. Это дополнительный тройник. Опять же, вы можете приобрести стингера в магазинах уже готовые, но вы можете с легкостью сделать их у себя в лодке. Для этого, ну, как я пользуюсь, да, берем обычную струну, диаметр 0,4 мм, отрезаем небольшой кусочек, ну, грубо говоря, половину, и делаем следующим образом. То есть, скруточку мы вешаем на ушко, вниз, соответственно, никуда она отсюда не денется. Эту тему мы все заматываем. Вот у вас получается вот такого плана монтажик небольшой. Соответственно, не забываем, когда вы дальше измеряете, чтобы крючок у вас был, ну, в идеале, вот он сейчас у нас идет, чуть-чуть дальше, чем сам крючок от жиг-головки. Что это говорит? Давайте, к примеру, рассмотрим вот это. Если вы будете пользоваться просто джиг-головкой щука, ну, иногда судак, но в основном щука, да, очень много у нее идет поклевок именно в хвост. Соответственно, видите, да, что произошло. Вот. Ну, да, сюда мы тройник в любом случае не поставим, но очень часто именно в заднюю часть приманки щука бьет. Либо крупные приманки, она просто хватает вот таким макаром. То есть не бьет ни сверху. И бывает так, то есть идет поклевка. Чем еще хорошо и долго служат большие крупные приманки? Когда щука атакует приманку снизу или сбоку, соответственно, она попадается на стингер, на тройник, и тройник вылетает. То есть сам тройник будет в пасти щуки, а приманка будет висеть сбоку. Соответственно, она у вас будет дольше работать. Друзья, вот щучка попалась, такая подушечка, наверное, на бигбастер. Его нет на крючке, потому что вон он плавает. Слетел, уже был подранный. Да, о чем мы и говорили. То есть джиг-головка остается внешне. Вон бигбастер, да, соскочил приманка. А стингер полностью, видите, там внутри. Бигбастер сейчас к нам доплывет. То есть, ребят, смотрите, характерный летний вариант. Стоим яма, рядом мелководная коса. 4 метра, насколько я понимаю, мы встали. Нет, ну здесь такая крутая бровочка, 4,6. Вот, заброс, плавная равномерная проводочка, и, соответственно, там буквально 5 оборотов катушки, вот такая щучка уверенно клюнула. Так что сейчас будем аккуратно извлекать тройничок. Ну и, конечно, отпустим ее. Пусть растет дальше и радует нас поклевками. Что хотел сказать по оснащению именно стингера. В верхней части я уже все рассказал. Соответственно, делаем небольшой отвод. Вот такого плана. Зачем нужен вот этот изгиб? Этот изгиб, когда мы вставляем в приманку, он фиксирует, чтобы на проводке или там попали чуть в травку, у вас не выскочило. И, соответственно, дальше он держит плотно сам тройник. Данная приманка размером 185 миллиметров. Джиг-головка подходит 10-0. Ну и, соответственно, тройник 2-3-0. Тройник разных производителей. Здесь уже вы сами определяетесь, выбираете по финансам, по тому, что нравится. Но, если вы хотите поймать и быть уверенным в оснастке и в снасте, тогда используйте хорошие тройники. Ну и еще вот посмотреть вот на эту приманку. Что бывает? То есть, это полностью щука клюет со всех сторон. Видите, она уже вся. Соответственно, здесь тоже была пайка. Очень много именно моментов было. Хвата сюда, снизу, видите, да? Вот они порезы щучьи. Соответственно, вот она, видите, она снизу даже больше, чем атак. И она попадается именно на стингер. Приманка живет. Ну и второй вариант такого плана – это моделька Т-Рудер. Тоже очень, кстати, эффективная приманочка. Показала себя еще в том году. Мы ловили на Чебоксарке в Саратове. Ловится как щука. Но, смотрите, интересная щука на эту приманку лучше ловится на меляках. То есть, та же равномерка 3-4 метра. Вот, она себя проявила достаточно уверенно. На глубине чуть-чуть похоже. Но для меляков она просто идеальна. Ну и, соответственно, такой размер 165, вполне подходящий для судака. Был интересный момент. Еще быстро расскажу. Ловили судака на одной из точек в Саратове. Привал судак до 2 кг. Соответственно, поставили данную приманку. Видео у нас есть. Вот, судак увеличился в разы. То есть, 3-4 кг судак стал попадаться и не один. Ну и здесь то же самое. То есть, здесь мы подбираем крючок 7-8-0. Все делаем абсолютно то же самое. То есть, есть тот же стингер из струны. Тот же отвод. И тот же 2-0 тройник. Опять же, не забывайте совет именно разгибать. Потому что реально приманка остается целая. Жень, смотри. Вот еще вопрос, который многие зададут 100%. Это оснащением дополнительного тройника именно вниз, а не сверху. Многие опасаются оснащать вниз, потому что это сразу приведет к огромному количеству зацепов. Как с этим бороться? Ну, понятно, что нужно правильно ловить и обрабатывать. Ну, вот для начинающих. То есть, есть ли смысл стингер... Ну, в принципе, ты сейчас объяснил, что стингер вниз нужен, потому что очень часто рыба как бы сбоку атакует. Снизу бьет в пузо, потому что приманка идет условно на дном, а она отодна его атакует. А если попробовать стингер вот сюда, кверху... Ну, мой опыт подсказывает, что это хуже гораздо. Гораздо хуже, потому что для себя, для себя могу сказать так, что... Еще, для выбора именно длины джиг-головки я определяю так. Основная часть тела приманки и свободный хвост. Да, я понимаю, что как бы возможны поклевки сюда, но, как показала практика, что это минимум количества поклевок. И мелочь, скорее всего. Да, мелочь, она тыкает сзади, подхватывает, подкусывает, вот. Поэтому оптимальный вариант, конечно же, это снизу, и уже я рассказал, почему и для чего. Вот. А по поводу количества зацепов, слушайте, ну, здесь все гораздо проще. Есть коряги, уменьшайте свеси и, соответственно, проводите над ними, подбирайте. Да, никто не вам сразу, и я не могу гарантировать, что у вас зацепы не пропадут. Они будут, и у нас они тоже достаточно часто бывают. Но здесь уже просто подбираете именно вес и количество времени, которое тонет приманка. И проводите над коряшкой. Все. Опять за стингер сидит, а? Вот, друзья, вот сейчас вот произошла у меня поклевка на первом забросе на Босяру с таким рывком. И тут же там проводит Женя и, ёпас, это, и ловит щуку. Ну, что я могу сказать? Вот эффект крупной приманки и стингерная оснастка в действии. Друзья, ну и оснащение самой большой приманки в линейке Жара Бэтс. Это бас Жара. Вот такой вот массивный виброхвост, который исполнен в стиле маленького басика. Нас делают везде плотву, окуня, карасей. А мы сделали баса. Вот с такой массивной пяткой. Оснащение данного типа приманки, друзья, только через так называемый вертыш. Я вам сейчас эту оснастку покажу более подробно. Сейчас мы её открутим. Давайте разбирать. Вот такой вот вертыш. Вот, собственно, вы всё сами видите. Данную конструкцию можно сделать при помощи... То есть должен быть вот такой вот вертыш, пружинка. Огрузка осуществляется через разборную чебурашку. Мы всегда можем поменять вес на нужный нам, в зависимости от течения и глубины. Есть такие же вертыши, уже сделанные с грузиком. И, соответственно, вниз подбирается оснастка, которая делается с помощью проволоки, с помощью вертлюгов, заводных колец. Здесь полёт фантазии достаточно большой. Самое главное, чтобы она, эта оснастка была прочной. Всё просто. Мы вертываем в голову. Для этого, кстати, специально сделана у босяры. Вот, можете видеть, вот такая вот голова. Вёртываем это всё дело. Ну и потом, соответственно, в пузико мы вставляем наши тройники. И приманка готова к бою. Конечно же, данную приманку можно использовать и на джиг-головке. С одним дополнительным тройником. Но лучше, конечно, это оснащение именно стингерное. И максимально дальний тройник, куда мы можем поставить, чтобы не сбить игру приманки, это до вот этого плавничка. Как вы заметили, на многих больших приманках мы сделали именно такие плавнички. И они как бы определяют и подсказывают рыболову, до какого момента можно поставить тройник. То есть здесь, в данном случае, можно было сделать на сантиметр, полсантиметра подлиннее. Но это вот, в принципе, идеально. Друзья, ну сегодня мы разобрали вместе с Евгением Старченковым о оснащении джиговых приманок, джиговой линейки приманок Жара Бейтс. Конечно, все эти приманки недостаточно большие. Для многих, может быть, они огромные. Для Волги это, наверное, определенно нормальный размер приманок. И здесь нужно понимать, что основной прицел этих приманок – это медленная равномерная проводка. Возможно, с дополнением элемента джига. То есть банальная раз-два-три пауза, она, если подойдет, то в самых минимальных моделях джиговой серии. То есть это Т-рудер, Шекшет и Рудер. А так лучше эту ступеньку, скажем так, удлинять. То есть делать не базовые 1, 2, 3 оборота, а делать проводку 5, 6, 7, 8, а то и 10 оборотов. И потом контролировать падение приманки на дно, если это необходимо. Потому что, ловя крупную щуку, например, не всегда нужно приманкой водить по дну. Щука очень прекрасно поднимается с достаточно большой глубины и атакует приманку. Плюс щука очень часто, допустим, в летнее время, да даже в осеннее, бывает пелагический. Не стоит бояться водить над глубинами, заглубляя эти большие приманки всего лишь наполовину той глубины, которая присутствует в данном месте. Ну, пользуйтесь, друзья, ловите. Ни хвоста вам, ни чешуи. Продолжение следует...